Привет, YouTube! Привет, дорогие подписчики канала! С вами Краматал. И я думаю, пришло время сделать что-то ядерное и дикое, а точнее пройти Metal Gear Solid 5 Ground Zero с все миссии, да причем еще на рейтинг S, да причем еще с получением различных ачивок слэш сайт квестов. В общем, давайте начнем. Единственное, что я сразу оговорюсь, прохождение делалось на PlayStation 4 и запись велась также с помощью той программы, которая в ней встроена. Программа, к сожалению, не позволяет записывать видео больше последних 15 минут геймплейные. Так что, так как у меня нет аппаратуры, во-первых, пришлось некоторые ролики смонтаживать, склеивать в монтажке, поэтому не удивляйтесь, если будут иногда какие-то шероховатости. Это во-первых. А во-вторых, я их комментирую не вживую. Но в этом, думаю, есть и свои плюсы, по крайней мере, я спокойно могу все объяснить и рассказать. Ну и да, что касаемо данного ролика, где мы проходим основную миссию, сюжетную, она же пролог к Phantom Pain. Я, к сожалению, не понимаю, почему, но вот эта встроенная программа не дает записывать финальный ролик, так что его тут не будет в этом видео. Но в конце вы можете перейти по ссылке и посмотреть его на другом канале. Ну что, давайте приступим. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДimaTorzok 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 Диана ДimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Так что, мне теперь даже интересно, зачем нам пас, что у него тут мой приход, и у него тут есть баски. Так же, возьмусь на различных минерален, так скажем так, а точнее о том, что нам нужно в этой конкретной миссии собирать нашивки отрядов сов, а сейчас собрать вот здесь и в ступ, сейчас они сегодня собраны, я, может быть, по ходу миссии скажу вам, где какая они находятся, ну, по крайней мере, две я могу сейчас там сказать. Первая, для этого нужно, чисто котзиновский прикол, просто покататься по земле, куда-то вперёд, с право-лево, а вторая находится на битонстат. Кроме того, придётся искать котзиновый. Одну из которых, кстати, даст нам Чика, а остальных я постараюсь старше, но они вопросны по всем миссиям в игре. Кстати сказать, одна из них находится как раз-таки в той же камере, в которой находится Чику, но только в другом отсеке. Ну, я постараюсь о них сказать, если не забуду, но просто не ждите гайдов по всем ошибкам, кассетам. Это просто, к слову, информация. Ну что, кажется, мы разобрались со всеми военнопленными. Давайте, наконец-то, вернёмся к сюжету, к основной цели миссии. Заберём Чико из лагеря, ну и для начала посмотрим небольшой ролик. Чико, это я! Ничего, нет, откуда-то! Принкнуйся! Принкнуйся! Гонко! Чико, держась. Принкнуйся! Принкнуйся! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добраться туда как можно быстро и без шума Садитесь вот в этот грузовик И вас доставят точно в административное здание Впрочем, нам это сейчас не нужно Так как после того, как вы спасете Чико Включится скрипт Который активирует еще одно событие В которое мы должны вмешаться Если мы хотим получить и дополнительные очки И ачивки Для этого нам нужно будет вернуться практически в начало Миссии Но перво-наперво Нужно разобраться Вот с этим парнем Давайте его Скажем так, мордой в грязь окунем Не волнуйтесь, он не встанет до конца миссии Если только его никто не разбудит Вот, например, вот этот товарищ Который ему тоже желательно отдохнуть Надеюсь, кстати, солдаты, которые сейчас лежат в луже и в грязи Благодаря нам особо не простынут Итак, наши цели находятся вот в этом лагере Но сначала нужно разобраться с тремя солдатами, которые ее охраняют И парнем на вышке Ничего сложного тут нет Просто найдите хорошую позицию И отправьте транквилизаторы Точно в головы Трем солдатам Вот у меня не сразу это получилось И менее главное пристреляться Ну и кто тут ленивый ублюдок после этого Ну и кроме того, разберемся с парнем на вышке Так как он может и подмогу вызвать И сам пойти проверять, что случилось И параллельно вызовем вертолет Так как я думаю, мы уложимся По времени До того, как он прилетит И разберемся с этим товарищем По крайней мере, он никуда не спущет Не поднимает тревогу Так что можем спокойно зайти сзади И просто заставить его лечь на землю Кстати, таким способом можно допрашивать солдат Они Это очень полезное занятие Особенно, когда вы ищете Все те же кассеты Нашивки Они дают практически идеально точное Место расположения многих вещей на карте Так что При желании, при возможности Пользуйтесь этим Итак, вот та цель, с которой нам дают ачивку Осталось только отнести его К вертолету Кроме ачивки, хотел сказать Он достал Так что Сделан и делаем полезное И обоюдо выгодно Сделан и делаем Ну и теперь будем спасать нас. И, кстати, как я вам обещал, я объясню, почему мы разбирались в начале миссии со всеми людьми за прожекторами, скажем так, усыпляли всех людей в лагере. Дело в том, что вертолет, вы сами видели, по какой траектории он летает, его могут просто заметить, поднять тревогу, а то и вообще сбить. Этого нам не нужно, конечно же. Ну, вырубаем охранника и идем штурмовать административное здание. Ну, кстати, можно оставить лежать прям так, никуда не удрать, здесь обычно патрули не ходят. Но приходи вот на эту вертолетную площадку, будьте внимательны, во-первых, прожать так сверху, во-вторых, очень много народу по самой площадке ходят. В основном группа по два человека, плюс вот этот парень у зенитки. С ним, кстати, так или иначе придется разобраться. Только не забудьте после этого оттащить его куда-нибудь в укромное место, чтобы его, как всегда, не засекли патрули. Странных мест здесь полно, но я, пожалуй, что выберу вот это. Только проверим насчет того, если кто-нибудь еще рядом. Вот, это место просто идеально. В крайнем случае здесь можно будет подорвать бочку, если уж он проснется и начнет лопить на всю базу о том, что его кто-то усыпил дротиком. Также очень важная точка находится здесь. Для начала вырубаем охранника. Как вы видите, есть камера наблюдения. Мы просто выключаем электричество в административном здании и можем, мало того, что не бояться камер и света, мы получаем еще бонусу темноту. Солдаты нас видят хуже и места для маневра у нас больше. И да, в любом случае, кого-нибудь пошлют проверять, что случилось с электричеством. Это может быть как и тот салат, который от нас сейчас в 200 метрах находится за стеной, так и тот, который сейчас крадется на экране. Чаще всего, кстати, посылают именно его, но рандом есть рандом. Подкрадемся и положим его мордой в пол. Еще лучше усыпим и спрячем тело где-нибудь в огромное место, так как здесь, после того, как мы спасем паз и уходить с базы мы будем так же этим путем, по крайней мере, мне так удобнее. Здесь могут появиться, после стенки спас солдаты, они могут разбудить других солдат, которых мы только что сами отправили в сон. Так что лучше здесь прибраться. Тут, кстати, будьте внимательны, охрана очень большая, в несколько человек. Так что проскользнуть тут очень сложно, можно, конечно, если постараться, но очень сложно. Единственное, что хорошо, смотрят они все в стенку и, по-моему, им вообще наплевать на то, что... Что-то здесь может происходить, кроме, не знаю, дождя, не знаю, на что они там смотрят. Не забудьте взять патроны для транквилизатора и... ...цепить последнего... ...оставшегося солдата. Будь здоров, дружочек. Давай-ка отдыхай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сделав черновую работу, возвращаемся к намеченной цели. Вот здесь чаще всего ходит один охранник, его лучше побыстрее вырубить. Впрочем, мы сами понимаем, что нужно делать. Единственное, что не повторите, мои ошибки, которые я сделаю сейчас. То бишь, целых три промаха мимо головы. Пардон, два. Кроме того, в бойлерной, в которую мы сейчас зайдем, также может быть один или два человека. Если вы сразу приближите спасать паз, то там вообще может быть четыре солдата, которые, к слову, подскажут вам, где находится... ...я уже не помню, то ли нашивка, то ли кассета. Но в данном случае никого нет, так что просто спасаем паз. Смотрим ролик. Паз! 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Как видите, нам пришло сообщение о смене караула, и это не пустой звук. Сейчас нам придется с этим разбираться. Итак. Эй, ты в порядке? Первый из обновленной смены человек, вот этот товарищ. Обычно он реагирует на тело, можете, кстати, специально подложить какого-нибудь солдата, чтобы он на это тело отреагировал, пошел проверять, а вы бы зашли со спины. А со следующими двумя товарищами, которые спускаются с лестницы, нужна осторожность и спокойствие. У меня, честно сказать, немножко задали нервы. Когда я это записывал, впрочем, сейчас сами все увидите. Лучше зайти со спины, если вы хотите совсем чисто сработать. Ну, можно попробовать сделать как я. К сожалению, вас не обнаружат, если вы все вовремя успеете сделать. Никто не поднимет тревоги, но, к сожалению, бонусы с лестницей у вас не будет записано то, что вы прям совсем чисто прошли игру. В русском переводе это называется без отражений. Там будет стоять 0, к сожалению. Но на рейтинге С это не скажется, так как мы спасли достаточно заложников и выполнили основные задания. Не подняв тревоги, ничего не переигрывая и никого не убиваясь. К слову, можно выбраться вот тем способом, который сейчас... Вернее, тем путем, который мы видели за воротами. Но там стоит ПТР и полно солдат, поэтому мне не очень его нравится. Проще уходить по проторенной дорожке, убрав, получается, уже четвертого человека обновленного караула. Ну, в принципе, все. Дальше нам останется только вызвать вертолет и спокойно добежать до точки, где мы начинали миссию. Конечно, это не значит, что все может пройти гладко. Так как, например, у меня часто бывало, что уже при взлете вертолета появлялся какой-то товарищ на автомобиле, засекал вертолет, поднималась тревога. Но это бывает редко примерно в одном случае. По крайней мере, у меня так. Если же хотите, стопроцентно, если не намечено, можете попробовать пройти до того места, где мы эвакуировали Чико. Но, в принципе, это не обязательно. Кстати, не удивляйтесь, если при первом прохождении здесь не будет валяться оружие. Оно дается уже после того, как вы выполнили миссию. Оно дается за определенный рейтинг миссии. Так что на это не обращайте внимания. Тем более, как вы сами видели, лучший друг Снейка — это пистолет с транквилизатором. И больше ему ничего до счастья не надо. Что ж, последний взгляд на базу. Круто постоять на горе под дождем. Все это Снейк может и умеет. Это Морфл, на станцию НЛЦ. Садитесь в вертолет и наслаждайтесь красивым видом. Миссию мы прошли, должны пройти. Я-то знаю, что мы прошли ее на рамках С. Я надеюсь, что понравилось прохождение. Вот, кстати, там машины, водитель, который может запалить вертолет, но сейчас этого не произошло. Итак, я надеюсь, вам понравилось. Ждите прохождение на рамках следующих миссий. Они довольно-таки интересные, довольно-таки необычные, крутые. А сейчас переходите по ссылке, смотрите финальный ролик. С вами был Карматал. Спасибо, что смотрели. Рассказывайте друзьям, лайкайте. Ну и все в этом духе. Вы сами прекрасно знаете, что делать. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok